Всем привет, с вами Андрей. Мы играем в NetHack. У нас получается персонаж, получается человек Монг 5-го Вейла. Он у нас был законный. У нас вот такие вот статы, то есть у нас базовый ближний бой, больше в принципе ничего особо не открыто. Ну и хилинг спелл открыто. У нас получается рядом с нами котик. Да, это домашний кот. Не знаю, правда, у уровня пока нанесу. У нас получается Armor Class 0, 34 хп, 34 магия. Что неплохо. Так, у нас получается, мы находимся в данный момент, судя по всему, в гноме и копиях, судя по внешнему виду. По инвентарю у нас. У нас, получается, болты экипированы. Как альтернатива поставлен арбалет. Также есть шлем, робо и ботинки. Ботинки нам, скорее всего, кастовать не дают. У нас есть сумка, которая 42 слота занимает аж целых. В сумке у нас получается. Помимо монет, которых у нас 36 в данный момент, есть очень много оружия ближнего, как и дальнего боя. Это надо все продать будет. Получается, три пары ботинок, очень много дворских плащей. Еда. То есть, получается, тут так называемые фрукты, яблоки, култруцион, печенье, апельсины. Два неизвестных свитка и свиток обнаружения золота. Но, скорее всего, золото нам не актуально. Благословленный книжка Хила. Это, получается, зелье воды. Непонятно, правда, какое, но факт остается фактом. Надо его прозванивать моей полярностью. Два неизвестных свитка. Точнее, два зелья у нас пока неизвестно, что они у нас себя представляют. Три зелья Хила, что неплохо. Поводок, маркер. Волшебный маркер. То, чтобы писать на чистых свитках, но его надо полярность прозванивать у маркера. Очень много гемов. Ну, скажем так, не самое большое количество, но все же. Все понятно, в принципе. Смотрим, что по торговцу у нас. Мы, получается, на третьем уровне. Мы сразу же, получается, ага. То есть, мы прошли первый, второй уровень и спустились к сразу же гномьей копии. В данный момент мы, получается, на четвертых уровне гномьей копии. Гномьей копии у нас получились со второго уровня. То есть, мы уже, получается, на четвертых этажей копии прошли. Торговца у нас пока не понятно. Есть у нас некого. Еще один дворский плащ рядом с нами лежит. Что касаемо плащей, мы носить не можем. У нас есть роба. То, в принципе, плащи нам не актуальны. Единственная проблема в том, что нам нужно будет, получается, у нас есть кирка также, что неплохо. Есть грейдстоун и кредитная карточка. То есть, это для взлома замков в начальный уровень. Есть очень много болтов в количестве 12 плюс 8. Есть дротики. 5 штук. Дротики нам стоит, как и монеты, убрать, чтобы они нам не мешались. Убираем дротики, убираем монеты. Убрали. Так, смотрим. У нас, получается, дворовский плащ. Тут несколько объектов лежит. Тут лежит кирка, большой меч, ботинки и плащ. Собственно, нам это ничего не нужно. Нам надо, в принципе, вернуться, попробовать, может, там торговец какой-нибудь есть. Потому что у нас очень много предметов и нам что-то стоит распродаться. Попробовать можно, кажется, зацепить эти предметы. Не знаю, потянем ли по весу. По весу мы их не потянем. Поэтому, я думаю, тогда нет особого смысла. Пускай они лежат. Мы их потом рано или поздно заберем. Для этого перепрыгиваем. Получается, мы видим Z. Это, скорее всего, зомби. Зомби-дварф вышел нас. Ну, зомби-дварф не самый сильный противник, но все же достаточно мощный. Поэтому мы нажимаем действие в его стройной. Мы его уничтожили с одного удара. Вместе с котом, как говорится. Мы прибежали. Мы видим, получается, пещерного паука. Это на начальном уровне самый лучший способ добыть яд, сопротивление с их трупов, как и есть этих сороконожек. Ну и единороги тоже, как вариант. Бежим к выходу. Как вариант, можно было попробовать, но я боюсь, что у нас кирка проклятая. У нас есть кирка, но я думаю, что она у нас, во-первых, она не прозвоненная, то есть полярность мы не знаем. Может, она проклятая, и мы тогда не сможем использовать свой основной скилл, как называемый. На нас напала ящерица эта несчастная нефть. Убрали ящерицу, нашли еще один свиток. Кошка съела эту ящерицу. Нам, в принципе, все равно. Свиток стоит сразу убрать в сумку, чтобы с ним ничего практического не произошло, потому что прозванивать мы его потом, в любом случае, будем. его желательно найти алтарь сначала. Хотя бы один любого вероисповедания. Но если будет наше вероисповедание, это будет хорошо. Нам не везет в плане передвижения быстрого из-за того, что наш код постоянно впереди лезет. А, все понятно. То есть мы еще из-за того, что толстенькие, мы пролезть тут не можем. Тут тогда несколько вариантов. Мы, в принципе, можем пролезть, но нам нужна кирка для этого дела. Поэтому нам стоит, наверное, арбалет снять, поднять его, чтобы он не улетел. Как альтернативное оружие, это, конечно, неплохо, но нам нужно, чтобы были свободные руки. Ну, как говорится, тут кирка просто может быть очень проклята. И мы, кстати, по снаряжению, из того, что у нас опознаны, что мы знаем. Собственно, вот тут есть какое-то оружие. Ну, какие-то вот. Из свитков у нас Gold Detection. Это, получается, обнаружение золота. Спеллбук. Это хилл. Это, получается, кольцо силы. И поушины экстра хилинг и просто хила. То есть дополнительное исцеление и обычное исцеление. Мы здесь пролезть не можем, поэтому, как вариант, можно попробовать. Ну, если мы будем сокращать маршрут, то есть смысл тогда попробовать дать коту кирку. Дропнуть ее. Пускай кот на нее посмотрит. Кот посмотрел, она вроде ничего. Поэтому мы экипируем кирку, ломаем себе проход. Снимаем кирку. Все, и бежим вверх. Так, мы вышли в основной уровень подземелий. Смотрим, что у нас здесь есть. У нас, получается, второй уровень. И тут, по сути, ничего в данный момент нет. У нас есть вот что-то такое. А, это закрытый бокс, в общем. Закрытый бокс, это хорошо. Его можно сейчас использовать для того, чтобы все в него складывать, пока мы не найдем более-менее либо торговца, либо что-то. Поэтому бежим сейчас к нему, к этому боксу. Персонаж немножко проголодался, у него слабость висит. Мы помолились с помощью команды Prey. Мы видим Хоббита, но Хоббит одного с нами вероисповедания, он нас не должен атаковать. Есть, конечно, исключение из правила, но все же. В большинстве случаев он нас не будет атаковать. Прозваниваем на наличие ловушек. Мы не видим этих ловушек. Смотрим. Мы разблокировали. У нас тут лежит гем. Ну, то есть, камешек. Если их опознать, их можно будет продать достаточно дорого. Но, опять же, цена разная, она вальируется персонально. Как вариант, можно попробовать все переложить и оставить этот ящичек у этого перехода. Для этого, чтобы у нас сильной перегрузки большой не было, стоит дропнуть лишнее. Но, опять же, Хоббит нам сейчас не даст этого сделать, поэтому дропаем лишнее. Мы видим, получается, это, скорее всего, гоблин, а хоп-хоп-гоблин. Ну, достаточно посредственный противник, но на начале может вызвать мини-проблемы. Мы нашли яблоко, что для нашего, как говорится, монашеского образа жизни неплохо. Кидаем пустой латчбокс, чтобы мы, когда пойдем в гноме и копе еще раз, мы могли взаимодействовать. Ждем нашего котика, который что-то не хочет идти. Котик, ты где? Котик, видимо, считает, что он самый умный. Посмотрим, может, там все с ним случилось. Котик жив, он пытался тут гнома есть. Самое странное то, что он его не ест. Если он его не ест, значит, это, скорее все, либо проклятый гном, либо гном на этот, какой-нибудь зомби. Котик почему-то за нами не идет. Видимо, он хочет хоббита убить. Как же меня подмораживает этот хоббит. Отправляем котика вперед. Жалко, мы его статы не можем прозвонить в данный момент. Что ж ты такой за тупой кот-то, а? Иди вперед. Ну, вы сами все видите, то есть кот откровенно подтормаживает. Ждем. Отлично. Давай шлепай отсюда. Да что ж ты такой тупой-то, а кот? Или кошка, не суть важно. Отлично. Хоббит убит. Наша кошка его забрала. Мы нашли слинг. Ну, слинг это проща для метания всяких камней, не камней и так далее. Для нас это посредственное оружие. То есть, котик забрал, получается, кислотный этот, так называемый пузырек. Нам он, в принципе, не актуален. Мы бы его в любом случае сами пытались забрать. Так, мы, получается, на третьем этаже подземелья. Наша задача найти желательно торговца либо алтарь. Любого вероисповедания, но желательно нашего. Мы убили гнома лорда и котик его успел съесть, зараза. Котик, шел бы ты лесом, а... Он в большинстве случаев такие вот, типа, мобы всегда что-то при себе носит. Вот у нас есть поводок, но мы, правда, перегружены. Как вариант, можно переложить поводок в этот. Поводок это у нас инструменты. Tools. Да, перегрузка это, конечно, плоховатенько, но... Кот, уйди. Так, что у нас такое? Тут мы видим несколько объектов и... Труп кобальта большого. Мы видим красную плесень. Так называемая Red Mold. Ну, она хорошая, ее можно есть. Она... Не знаю, насколько... Но ее нам нужно... Кот ее не будет есть, потому что это овощи, он считает ее. Поэтому мы ее можем смело есть. Red Mold дает сопротивление, по идее, к огню, должно, по крайней мере, насколько мне известно. Но шанс, правда, там может не особо сильно высокий быть. Поэтому как-то так. Монеты сразу же убираем. На то случае, если мы все-таки нарвемся случайно на лебреконов, чтобы у нас монеты моментально не закончились. Понятно. То есть, у нас, кстати, код загрейдился. Теперь это уже так называемый большой код, который большинство мобов сможет люлей навешать. Проблема в том, что мы не видим, куда идти. А, вот мы нашли. Это была ловушка скрипучая доска. Это пять, получается, стрел. Но стрелы нам особо не нужны. Скрипучая доска мы, скорее всего, не сможем обезвредить. Для того, чтобы ее обезвредить, нужно масло. Вот о чем я и говорил. Мы нашли лебрекона. Я предлагаю просто заблокировать выход ему. Лебрекон, кстати говоря, проснулся. Я пытаюсь закрыть дверь, мне упорно не дают это сделать. Лебреконы в большинстве случаев с собой носят золото. Поэтому я хочу попытаться забрать лебрекона. Если кот, конечно, мне поможет в этом вопросе. Кот забрал лебрекона и мы получили 52 монеты с него. Убираем сразу монеты, чтобы случайно не потерять их от напарника лебрекона. Подбираем сумку. Мы, получается, видим этого жука фантастического. Нам он не актуален, кот его заберет. Забираем монеты в три штуки. Тут нам, как говорится, они тоже не особо сильно нужны. Перекладываем сразу монеты, чтобы они нам не отсвечивали. Это была очередная ящерица, которую кот за один удар забрал. Точнее, так сказать, первый удар он промазал, второй удар он попал. Мы видим переход на следующий уровень. Персонаж немножко проголодался, но это бывает. Тут, получается, стоит булыжник. Персонаж уже ослаб голода. Мы, я думаю, просто сейчас дропнем эту сумку, чтобы нас особо сильно это не замедляло. Походим, посмотрим. Мы нашли дверь. В двери есть еще монетки. И все. То есть, по сути, тут ничего больше нет. А, мы еще одну дверь нашли. Все понятно. То есть, в принципе, тут уровень пустой. Имеет смысл просто двигаться дальше, потому что нам он не особо сильно нужен. Персонаж наш слегка истощен. Но мы помолимся. Мы на третьем уровне в данный момент. Мы сейчас, скорее всего, пойдем на четвертый, потому что я не вижу других, по крайней мере, вариантов. Единственная проблема в том, что у нас можно еще вниз пройтись, насколько я вижу. Мы видим кобальта. Это ядовитые создания, которые... То есть, если у вас есть сопротивление к яду, вы можете их есть. Это несчастный кот съел мое яйцо, которое с кобальта упало. Зараза, а? Мы нашли торговца едой, так называемый деликатес. Его называют. Нам бы, в принципе, если и покупать, то нам покупать нужна морковь. Яйца нам не актуальны. Кот их, скорее всего, съест. Консервы тоже. То есть, получается, тут две консервы. А вот консервы, яйцо и футрацион. Но единственное, нам нужен футрацион и получается так называемая морковь. Обычно это около 100 монет стоит. Поэтому стоит взять с собой. Ну, опять же, у нас... Посмотрим по еде, что у нас. А, стоп. По еде. У нас три футрациона, одно яблоко и тип рацион. То есть, собачья еда, так называемая. По крайней мере, в игре она так именуется. Морковь, она помогает снимать слепоту. По крайней мере, на начальном уровне, пока у вас нет рога, единорога. Поэтому, учитывая то, что это торговец едой, нам, в принципе, с ним особо не актуально взаимодействовать. Яблоко стоит переложить, чтобы оно нам не отсвечивало. Что касаемо лампы, нам пока неизвестна её полярность, как и её. Убираем предметы, которыми мы не пользуемся. Чтобы они нам просто элементарно не мешали. Смотрим, что у нас по заклинанию. У нас есть каст хилинг, так называемый. Можем кастовать хилл. У нас 34 единицы магии. Как вариант сходить за морковь купить, чтобы, по крайней мере, слепоту снять. Для этого нам нужно взять из сумки монетки. Для этого нужно нажать так, выбрать коинт и забрать все монеты. Тут два футруциона он продаёт. И вот морковь, собственно, которую мы и хотели приобрести. Он продаёт также яйцо. Проблема в том, что тут... Это несчастное яйцо, которое я только что хотел купить, а кот его сожрал. Чтоб тебя... Яйцо просто нам может помочь при отравлении, при пищевом отравлении. Если вы случайно съедите несвежий труп и начнёте откровенно болевать, то вам это может помочь при отравлении очень сильно. Поэтому оно того стоит. У нас, в принципе, 120 монет. Покупаем два футруциона. Тут ещё есть консервы, но по консервам нам неизвестно. Этот несчастный торговец нас не пропускает. Отлично. Так. Получается, подбираем сумку и идём на выход с текущей локации. Мы встретились с койотом. Дропаем сумку. Забиваем койота, забиваем ящерицу, которая нам на пути встала. Мы перегружены. Дропаем сумку рядышком с этим местом и ждём, пока кот приползёт к нам. Кот на нас решил, видимо, подзабить. Он, видимо, наелся и решил на нас подзабить. С котом мы всё-таки встретились. Для того, чтобы он от вас не сваливал, имеет смысл использовать поводок. Но я боюсь, что у нас поводок немножко проклятый может быть. А если это проклято для него, это плачё она может оказаться. Он может убить кота, чего нам бы нежелательно. У нас есть морковь. Её стоит, наверное, переложить в этот. Положим морковь в нашу сумку. Морковь также монеты ещё до кучи положим, чтобы они не отсвечивали. Мы, получается, поднялись на четвёртый, точнее, спускаемся на четвёртый уровень подземелий. Видим то, что у нас пустая комната и нам ничего не завезли товарищи разработчики своим роддомом. Смотрим дальше, может нам повезёт и мы хоть что-нибудь найдём путное. Пока нам ни о чём особо не везёт. По хп кота мы посмотреть не можем. Хотя для того, чтобы нам узнать это, нам нужен стеноскоп. Так, мы видим, получается, это грей, понятно, то есть это пудинг, в общем, который металлоядный, который вам гадости будет делать, если вы будете в металлическом снаряжении с ним драться. Для пудинга такого в идеале использовать арбалет, для этого мы сейчас его экипируем и начнём стрелять. заодно и арбалет покачается. У нас закончились болты, как бы смешно не звучало. Мы постоянно мажем из-за того, что у нас низкий уровень владения текущим оружием. у нас закончился арбалет, к нему болты, все 20 штук. Ну, что я могу сказать, тогда снимаем и идём в мели к нему драться. Вот это косяк. Идём к нему драться в мели, потому что нам в любом случае его нужно забирать. Для этого получается снимаем арбалет и снимаем всё металлическое снаряжение, которое у нас есть в наличии. Для этого нужно нажать кнопку Т, снять металлический шлем, снять железные сапоги. В идеале их дропнуть, чтобы к нам этот металлоядный монстр не подошёл и не пытался схомячить нас. Можно съесть, но она, единственное, вас кислотой немножко побьёт. Для нас, в принципе, это не критично. Одеваемся обратно. Дворовские шлемы и сапоги. Мы видим предмет какой-то. Это лук. Лук это неплохо, в любом случае он пойдёт. Подбираем его и потом, на крайнем случае, продадим. Монеты лишними не будут, куда-нибудь их потратим. Смотрим, что у нас дальше по уровню. Видим то, что у нас прозвонилась местность, но тут она пустая комнатка. Видим кобальта. Это, скорее всего, большой кобальт, так называемый. Я его шлёпнул. Видим ещё одного гоблина. Забрали гоблина. Видим то, что у него есть дайгер и шлем. Видим ещё ящерицу. Всех забрали. Нам не актуально. Нам единственное, что может помочь, так это какой-нибудь камушек сейчас с собой возьмём, чтобы мы могли писать этим камушком. Арбалетные болты мы оставим, как и сам арбалет. Правда, у него точности. Оставлять желать лучше, но всё же это лучше, чем ничего. Подбираем, получается, камушек, о котором будем писать. Пускай это будет black gem. Двигаемся дальше, смотрим, что у нас. Это палочка, скорее всего, silver wand. Эта палочка, чтобы её прозвонить, можно на кого-то направить, но я обычно прозваниваю палочки надписью, гравировкой. Нажимаю кнопку E, большая, и прописываем команду. Я прописал alberet. Палочка её плохо определила, значит, скорее всего, это не огонь и не копание. Она бы сразу определилась. Значит, ещё, как вариант, можно порвать палочку определить на кого-то, либо на крайне случаи, на себе. На нас напала игуана. Мы забрали игуану. Нам бы хотя бы найти алтарь какой-нибудь, чтобы мы могли прозванивать предметы. И желательно торговца, потому что денежек-то у нас много, но вот куда их сплавить, пока не ясно. Мы нашли переход на следующий уровень и нашли поушин. Также мы нашли ланчбокс. Непонятно, пока закрытый он открытый. Он закрытый. Прозваниваем на наличие ловушек, там нет ловушек. Используем нашу кредитную карточку, которую мы нашли, чтобы открыть ланчбокс. Оно его безопасно открывает. Мы смотрим, что есть у нас в наличии. Видим, что тут ещё одна палочка и монеты. Учитывая то, что у нас уже достаточно много монет накопилось, ну, по крайней мере, по начальным меркам. Стоит выложить, получается, монеты, чтобы они нам не отсвечивали. И прозвонить палочку с помощью команды Engrave. У нас получается вот эта палочка и нажимаем на ней. Нам ничего не написали, чтобы нам могло помочь её хоть как-то опознать. Соответственно, палочка нам не известная. Видим, к нам ещё один моп идёт. Это Игуана. Достаточно посредственный противник, не самый сильный из тех, которые мы могли встретить. Это, получается, замкнутые. Идём ищем дальше по локации. Смотрим, что мы можем. В идеале нам найти торговца, либо алтарь. Лучше всё вместе. Большая достаточно комната. В данной комнате есть, получается, раковина, так называемый слив. Синг. Также ловушка, судя по всему. Это, получается, невидимый моп, которого мы не видим, он нас атакует. Мы не знаем, что это за моп, но учитывая то, что он нас атакует, мы видим то, что это пещерный паучок. Убираем этого паука, чтобы он не отсвечивал здесь. Мы нашли Potion Hill. Нашли ещё одну свитку какой-то неизвестную. Прозванием на наличие ловушек местности. Это студия Light Armor. Это так называемый армор, который лёгенький. Как вариант, его можно одеть, но у нас роба. То есть, у нас роба в любом случае лучше этого армора, поэтому мы её с собой, скорее всего, возьмём. Тут, скорее всего, будет ловушка. Нет, ловушки тут нет. Кот нам её обезвредил, даже если она была бы там. Собственно, у нас есть раковина, но раковины я не так часто пользуюсь, поэтому сомнительное решение. То есть, по сути, пустой уровень. Ничего нам тут не дало. Единственное, только ящичка в парах. Поэтому имеет смысл возвращаться дальше, шлёпать, потихонечку продвигаясь. Единственная проблема в том, что нам очень тяжело тащить будет из-за того, что у нас очень много предметов на себе. Поэтому поднимаем и протаскиваем. Персонаж немножко проголодался, но нам это не критично. Котик рядышком с нами. Мы переходим на пятый уровень локации. У нас пятый уровень. Мы перешли на пятый уровень. Дропаем сумку, чтобы у нас перевес не был. Мы видим копьё, но если мы не поднимаем копьё, если оно не получается копье, здесь они как-то странно работают. Они почему-то не лишние. Либо я что-то неправильно понимаю. Но опять же, мы не будем использовать копьё до тех пор, пока не убедимся в том, что оно проклятое. Мы убили только что золотую нагу. Кот её наш съел. Мы видим, получается, так называемый гриб. Забиваем этого гриба. Нам подсказали то, что у нас прокачался наш скилл милишного боя. Персонаж немножко проголодался. Мы видим трупик. А, это не трупик. Это фортун куки, то есть это удачливое печенье. Удачливое печенье имеет маленькую сытость, но благодаря этому печенью можно не особо сильно заморачиваться. Оно может дать совет какой-то. Особенность она была благословлённая. Мы видим букву Н. Это водная нимфа. Водная нимфа это те ещё гадости, которые у вас всё снаряжение могут тупо скрысить. Нас зажали с двух сторон. С одной стороны у нас тут собака, док. Со второй стороны у нас зомби гуль. И плюс у нас ещё и ослабление идёт. Мы нажимаем Prey и отступать пытаемся. Но нас они скорее всего убьют. Поэтому мы здесь уже особо ничего не сделаем. Мы пробуем тогда нажать Hill на себя и отступаем. Чтобы с собакой не сильно взаимодействовать, вы можете кинуть в неё любую еду. Ну то есть любым домашним питомцем. Будь то собака, кошка, либо например пони. Например, что у нас не ест собака. Собака у нас не ест фут рацион. Точнее, она его ест, но там так посредственно, скажем так, она его должна есть. Поэтому мы у неё просто... А, блин. Мы её приручили. Ладно, фиг с ней. С этой псиной. Как говорится, покормили бесплатно псину. Мы получили шестой уровень. Мы видим получается амулет. Нимфа только что прочитал... Мы подняли амулет. Нимфа прочитала свиток, неизвестный для нас. Он получается противо... Ях какой-то. Неизвестный, в общем, для нас свиток он. И он у нас никак не отображается. И у нас его также нет в наличии. У нас теперь два питомца вместо одного. Я немножко протупил. оказывается, что они едят этот... Мясоеды финича. Получается, на пятом уровне у нас есть так называемые статуи кентавров. Собственно, и здесь помещение с оракулом. Ну, помещение с оракулом – это большое количество фонтанов, что очень удобно. И можно воспользоваться этими помещениями для прозвонки местности. Мы нашли несколько свитков, но пока для нас они неизвестны. Мы видим нимфу. У нас, правда, питомцев достаточно много. Но, опять же, у нас питомцы где-то все гуляют. Пускай они едят, нам это неинтересно. Мы нашли, получается, фрукты так называемые. И вот если нам сейчас питомец наш поможет, мы, скорее всего, убьем. Мы убили эту нимфу, и наш, получается, пёс хомячивает. Проблема большого количества питомцев в том, что они будут много есть. А из того, что они прокачиваются, вам может потом это обернуться боком. Ваши же питомцы против вас и обернутся. Мы видим, получается, поушин неопределённый для нас и зеркало. Как вариант, можно попробовать поопределять поушины. Но, как показала практика, самый лучший способ на начале это не определять поушины. Исключение, конечно, если у вас есть виды к идентификации. Это, судя по всему, Игуана сомнительный персонаж. Ну, такой достаточно посредственный персонаж на начале. Как вариант, можно пробовать его просто забить. Мы видим нимфу, которая дерётся с нашими мобами. Мы нашли также фиолетовый гем. Видим дворфа. Ещё видим гриб, который рядом с оракулом стоит. Как вариант, можно прийти к оракулу. Единственное, видите, что сделал здесь этот? Дворфы, вот этот вот, который несчастный, буква H. Смотришь, она здесь всё раскопала. Из-за того, что всё раскопано, это и плюс, и минус. Потому что нас это не спасёт. То есть, мы могли спастись за стенами в случае необходимости спрятаться от мобов. А из-за того, что он раскопал, нас это не спасёт. Соответственно, нам он скорее даже минус сделал. Мы нашли, получается, металку, но она нам не актуальна. У оракула, как вариант, можно все зелья, которые у нас есть в наличии, превратить в зелья непроклятой воды. Из этих кентавров, если вы статую разломаете, у вас может выпасть книга. Шанс не такой большой, но всё же она может выпасть и вам может повезти. Вам что-то путное из этих книги выпадет. Очень удобно, если вы играете через магию. Одним словом, Лепрекону повезло, и он свалил через телепортирующую ловушку. Мы нашли этого, получается, гигантского анта, так называемого муравей. Гигантский муравей достаточно сильный противник. На начале он вас будет откровенно кошмарить. Если у вас, особенно его грейженные версии, так называемые солдаты, либо огненные муравьи, либо другие подтипы его. Муравьи обычно стадом ходят. То есть, если вы встретились с одним, в большинстве случаев вы встретитесь с кучкой. То есть, стоит быть готовым к тому, что вы, скорее всего, со стадом этих муравьев встретитесь. Ну, я смотрю, что на текущей локации не так много предметов, собственно, кроме фонтана. Тут, по сути, делать нечего. Поэтому, как вариант, можно попробовать все предметы, которые нам не нужны, переложить. Мы до сих пор, кстати говоря, алтарь не так и не нашли. Что нам откровенно не везет. Поэтому, стоит те предметы, которые нам не нужны, просто положить в эту сумку. Пускай лежат. Опять же, вот два свитка, пока неизвестных для нас. Палочки, опять же, стоит попробовать на мобов, на вражеских прозвонить. По крайней мере, как вариант. Убираем часть предмета в сумку, чтобы они не отсвечивали для нас. Опять же, учитывая то, что у нас шестой уровень, я думаю, стоит пройтись на шестой уровень. Для этого стоит забрать нашу сумку. Но, правда, мы уже перегружены будем с ней вместе. Ну, опять же, у нас ни торговца ни хрена нету, блин. Я что сделаю, блин? Мы ни одного торговца не нашли, пока ходили. Единственное, он у гномов, может быть, торговец, но я пока ходил у гномов, я его не нашел. Как вариант, действительно, дойти вместе до гномов туда, вверх. Либо просто половину вещей сейчас выкинуть. Двигаться мы можем, двигаться мы можем. Единственная проблема с ХП. У нас постоянно оно будет падать из-за того, что нам достаточно тяжело защите. К нам прилетел имп, который думает, что он самый умный. Забиваем импа. Наша собака забрала его. Обратите внимание, кот где-то шляется, а пес рядом с нами сидит. Тут ловушка. Нам об этом сказали наши питомцы. Мы, кстати, можем полечить его. Кого, получается, она хитонула? Кота. Можем нашего кота полечить. Потому что его наверняка хитонула ловушка. Правда, мы не знаем количество хитпоинтов, на которые его хитонуло. Но факт, если это факт, то, что ему нужно лечение. Да и нам скилл прокачки тоже не помешает. Нам не везет с мобами. Они нам перегораживают дорогу. Дропаем нашу сумку и надеемся, что она все-таки будет понятно. Это булава масса, так называемая. Опять же, булава актуальна, если вы играете, не знаю, каким-нибудь священником. Она для вас будет прямо масса. Но я пока в ней профитности не нашел. Самое профитное из того, что я находил, это оружие так называемого дистанционного боя. Древковое. Опять же, если мобы фиксированные. Если мобы не фиксированные, то лучше, конечно, сдвигающие. То есть, что-то типа арбалетов, дротиков, кинжалов и так далее. Чтобы можно было бежать, кидать, бежать, кидать. Если вас прижмут, чтобы вам было по комфорту. Убираем ненужные предметы. Видим то, что тут еще поушин. Ребята наши нашли. Так называемые мобики. Запихиваем тоже поушин, чтобы он нам не отсвечивал здесь. Нам надо их прозвонить и желательно выпить. Либо просто смыть. Открываем дверь и начинаем движение. Видим то, что тут у нас лежит камушек. Это получается. Еще латчбокс стоит. Смотрим по проклютости. Он закрытый. Прозваниваем на наличие ловушек. Он нам подсказывает, что ловушек нет. Открываем его с помощью кредитной карточки. Мы его открыли. Но пришел к нам голем. Золотой. Но, видимо, решил монеты нам свои подарить. Сейчас заодно и проверим, насколько быстро убираются мобы с локации. Что делают мобы правильно? Делают все кроме атаки золотого голема. Ну, вы сами все видите. То есть, мы по сути все сами сделали. Смотрим на кто его бил. Наш кот его бил. И кот его и убил, собственно. Но голем бил меня. Точнее, как сказать, я бил воздух. То есть, не голема. А голем бил меня в этот момент. Смешно получилось. Опять же, у нас уже достаточно много монет. Избавляемся от них, убираем в инвентарь. Чтобы случайно они не испарились. Смотрим, что у нас по ящику. Ящик до сих пор закрыт, что удивительно. Видимо, нас остановили, когда мы открывали. Либо ящик настолько ни в чемен, что он... Это тоже голем. Но уже другой, другого типа. Ящик мы почему-то с помощью кредитной карты открыть данный ящик больше не можем. Тут стояла ловушка, хотя мы ее почему-то не обезвредили. Очень странно, если честно. Нам еще одну палочку дали. Ну, мы прозвоним палочку. Посмотрим, что это за палочка. Через команду NGREF. Пропишем LB RED. Это палочка спида, то есть скорости. Прописываем ее с помощью команды CAL, чтобы мы элементарно знали о ней. Палочка скорости – это хорошая палочка. Она вам всегда поможет. Мы пока на шестом уровне, и шестой у нас уровень опыта. Мы нашли переход назад, что интересно. Это, скорее всего, собакан какой-нибудь? Да, это собакан. То есть, в принципе, сюда можно подтащить сундук, который мы нашли. Сложить туда все предметы, чтобы они не отсвечивали. Получается, это гном мумия, а это орк мумия. В общем и целом, это просто мумия. Мы нашли одеяние мумии, так называемые бинты ее. Это одеяние, по крайней мере, как я смог выяснить, нужно для того, чтобы вы могли зайти в этот магазин к торговцу. Потому что одеяние, особенно если вы невидимы, снимает эту невидимость. Мы нашли еще один переход, но дверь закрыта в данный момент, поэтому нам не страшно. Это яма, судя по всему, с трупом лисы. Подбираем труп лисы, выкидываем его из ямы с помощью команды. Пытаемся вылезти из ямы, но у нас ни джампинга, ничего нету, поэтому для нас это долговато происходит. Обратите внимание, мы до сих пор не нашли ни алтарь, ни торговца. Нам просто, я не знаю, мы в лотерею, наверное, выиграли. Хотя мы, наверное, должны были его найти. Сейчас посмотрим повнимательнее. А, ну да, магазин деликатесов мы нашли, но деликатесы, скажем честно, они нам не особо актуальны. По крайней мере, деликатесы, по сути, это еда, они нам не сильно нужны. Как вариант, действительно, можно было прогуляться до этих, до гномов. Может, тогда мы ему что-то путное нашли. Ну, я думаю, все-таки исследуем текущий уровень до Сабакана. Посмотрим, может, мы все-таки хотя бы какой-нибудь торговца, либо алтарь найдем. Нам, честно говоря, пока особо не завезло в этом вопросе. Персонаж проголодался. Мы деремся с металлическим... Ну, как я их называю, это металлический... Вот это вот самый опасный противник, это солдат... Этот... Солдат-муравей. Он очень большую скорость атаки имеет, и обычно ходят они стадами, как я и говорил раньше. Поэтому, если вы встретили одного, в большинстве случаев вы встретите их несколько. Мы нашли фонтан. Фонтан это хорошо, он помогает, получается, смыть зелье, которые вам не нужны. Но в большинстве случаев мы еще один фонтан нашли. И нашли статую Ягуара. Скажем честно, статуя Ягуара достаточно посредственная. Мы забили дворскую мумию, и она нам еще 15 монет дала, и также свои бинты оставила. Мы нашли яйцо, пока неизвестная полярность у нас его. Бинты мумии при продаже в магазин стоят одну монету, поэтому подбирать их сомнительное решение, если честно. Нам достаточно одного комплекта, единственная проблема в том, что он может быть проклятый. Мы нашли опять же вход в следующую. Мы видим еще один свиток. Нам подсказывают, что тут сундук есть. Мы слегка помолимся. Но у нас все-таки дебаф от еды остался. Посмотрим на сундук. Для этого нажмем кнопку лутать, он оказался закрыт. Нажмем кнопку антрап. Нам пишут, что ловушек на нем нет, но они нас могут обманывать, поэтому нажмем несколько раз эту кнопку. Теперь нажимаем А, так называемый туз. Выбираем, чем мы хотим открыть. В нашем случае это кредитная карточка. И он с первого раза смог открыться. Мы нашли сундук. И в нем достаточно много предметов. Мы, получается, нашли золото, еда, так называемый фортун куки. Свиток телепортации, неизвестный нам спеллбокс. Зелье воды, скорее всего. И неизвестное нам зелье. И также ред гем нашли. Ну, то есть, так называемый красный гем. В принципе, находка неплохая. Единственная проблема в том, что нам желательно прозвонить эту книжечку, попытавшись ее прочитать. Это визард лог. Визард лог – это магическое заклинание, позволяющее вам открывать и, собственно, закрывать замки, так называемые. Но, единственное, вся магия в этой игре зависит от металлических и неметаллических предметов. В зависимости от того, что это второй уровень, и у нас шанс фейла 63%. Соответственно, мы, если будем кастовать, нам нужно все смотреть. Сейчас 63% мы снимаем себе металлические предметы, такие как железный шлем и железные ботинки. Смотрим на количество фейла. Вот, 50% осталось. Но, учитывая то, что это второй уровень еда, то у нас, во-первых, эта школа не прокачана. Там школа материи, а у нас она еще не вкачана. У нас, мы в ней, так называются, анскелет, мы с ним в ней не способны, так называемые. Ну, заклинание в любом случае пойдет, потому что, как говорится, само наличие лучше, чем отсутствие. Поэтому возвращаем наше снаряжение на место. 50% это неплохо, но лучше использовать заклинание первого уровня, потому что, если даже вы зафейлиете его... Кстати, да, заклинание первого уровня требует 5 единиц магии. Так называемые ПВ тут прописаны. Заклинание второго уровня имеют 10, там, третьего, 15 и так далее. В нашем случае, получается, хилл, заклинание первого уровня имеется, требует 5 маны. Второй уровень, так называемый Визард Лок, магический замок, требует 10 маны. Но, опять же, шанс фейлить с 50%, соответственно, нужно его кастовать, когда очень много маны. И как изучать новую школу, так же, когда много маны нужно. Очень много сундуков, я бы рассказал, много это мягко сказано. Перекладываем наши предметы. Можно, в принципе, опять же, нам до сих пор, подчеркиваю, до сих пор не дали... ...возможность прозвонить предметы. Ни одного алтаря мы до сих пор не нашли. Хотя, казалось бы, хоть один бы желательно найти. Я думаю, поднять предметы, он красненький, но не страшно нам, не критично. Мы видим переход к собакану, получается. И здесь вот, с левой стороны, если бы нам собака не мешала... ...мы дропнем сюда нашу сумку и сюда же притораканим сейчас ящик, который они почему-то утораканили. Какие же вы неблагодарные насекомые, а? Нахрена вы ящик оттащили? Что за мобы неправильные, а? Дропаем ящик, чтобы он нам не отсвечивал здесь. Единственное, его надо чем-нибудь заложить, поэтому имеет смысл. А хотя нам, скорее всего, не дадут такую возможность. Я думаю, положить в ящик саму сумку. Единственная проблема в том, что нам нужна сумка, должна быть в инвентаре. Сумка должна быть в инвентаре для этого. Я сказал, сумка должна быть в инвентаре. А, я поднял ящик. Замечательно. Поднимаем сумку. Мы почему-то ее не можем поднять, потому что, видимо, ящик мешает. Поднимаем тогда ящик. Отходим, дропаем. Поднимаем сумку. Я сказал, поднимаем сумку. Видим, как вариант попробовать пересобрать предметы. Оставить то, что необходимо будет для собакана, например. Посмотрим, что мы можем в данный момент выложить. Опять же, амулет, почему я не надеваю, потому что он может быть проклятый, и нам просто откровенно может слишком не повезти с этим вопросом. У нас тут достаточно много вооружений. Кстати, и вот опять же, вот этот пелиарм, это скорее всего то самое дальнобойное оружие, которое я хотел бы воспользоваться, но опять же, оно может быть проклятое. Единственное, можно попробовать проверить с помощью наших домашних животных. Сейчас мы попробуем это сделать. Очень много еды с собой. Свитки даже есть дублирующие, что интересно. Очень много зелий. Их бы желательно тоже прозвонить. Два поводка, маркер, кирка и гемы. Нам бы желательно найти любой алтарь, чтобы у нас... Я думаю сейчас попробовать прозвонить все свитки, насколько это актуально. Для этого попробовать взять все предметы с собой, которые у нас есть в наличии. Кроме монет, конечно. Монеты нам не нужны в данный момент. Мы взяли все предметы с собой, которые у нас есть. И сейчас попробуем прозвонить... Мы, кстати, не все предметы взяли. Не понял, а где у нас свиток? Свиток, ты где? Я в данный момент ищу свитки, которые у нас лежали. Но это нищебродное уебище взяло, перенесло пустой бокс. Ну вот что ж ты делаешь-то? Кто из вас таскает ящик? От кого мы сплавлять будем? Кто из вас таскает ящик мой? Что-то нам не написали это. Да, нам не написали это. Кто из них таскает мой ящик? Ну вот не хорошие люди. Вот нахрена они мне нужны? Вот пускай и сидят в яме. Забираем все свитки. Сейчас мы их будем пытаться читать. По крайней мере, начнем по одному. По одному виду. Голд детекшн нам не нужен, как и свиток телепортации. Единственная проблема в том, что у нас может быть огонь. Свиток огня. Тогда у нас проблемы откровенные возникнут. Но я все-таки надеюсь, что нам огонь не дропнется и мы все-таки сможем вытащить более-менее нормально. Поэтому прозваниваем свитки и надеемся, что нам не дропнется огонь. Это был свиток амнезии, судя по всему. Да. Да, это свиток амнезии, нам капитально не повезло в этом вопросе. Но все же мы, по крайней мере, теперь знаем о нем. Ты просто издеваешься. Одним словом, это второй свиток, который нежелательно читать. Это был свиток... А, нет, это иншант армор, но он был проклятый. Да, блин, вот как же нам повезло, так повезло, откровенно. Но от амнезии по понятным причинам стоит избавляться. Получается, мой шлем, который у меня... А, ну надо все переложить. Чтобы они не таскали ящик, стоит в него положить все... Все, как говорится, металлические железо, чтобы оно просто лежало, чтобы они его не двигали хотя бы. А то они меня заколебут своим движением постоянным. У меня постоянно телепортируется ящик. Я не знаю, единственное, какой у меня арбалет стоит здесь, поэтому... Стоит взять оба, посмотреть. И спарись отсюда. Расплодилось, блин, этих нищебродных. Стоит 잡아. Тепон. Тепон. . из-за того что мы нам заклинание сняли все то есть нам их надо заново изучать потому что мы прочитали свитокомнезии из-за этого нам надо спелл бук который у нас присутствует два в наличии нам надо заново прочитать я бы единственно прочитал заново а